Сегодня 13 января. По народному календарю Васильев вечер. В этот день принято щедровать, ходить друг к другу в гости. Сегодня в Кицканах весь день по селу ходили ряженые. Яна Раховская была в их числе. Если вы вдруг забыли, завтра Старый Новый Год. А знаете, что это значит? То, что накануне праздника нужно щедровать поближе с этой традицией, познакомиться. Мы приехали в село Кицкана и, кажется, нас здесь уже заждались. Камерий, Каперий, Энмир, Глокул, Примаверий. Место сбора Дом культуры. Лидия Захаровна, откуда начинаем наш путь? Мы сейчас направляемся в администрацию села Кицканы. Но чтобы вы пошли вместе с нами, вам нужно одеть вот эту молдавскую безрукавочку. Без нее нельзя? Безрукавки. Я не сопротивляюсь. Вот так. Эй! Эй! В сельской госадминистрации совещание, которое только что сорвали эти ряженые ребята. Но их никто не прогоняет. Наоборот, все слушают, улыбаются, а под конец за поздравления еще и подарки вручают. Несколько килограммов сладостей и мандаринов. Виктор Иванович, вы помните, как вы щедровали? И делали ли вы это? Делал. Но и на памяти такое осталось даже где-то калидень, калидень, я батька одень. Як буде мало, да это еще и сало, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, это вот та замечательная традиция, которая, я уверен, будет продолжаться со сменой уже еще не одного поколения. И дай бог, чтобы это было бесконечно долго. По народному календарю 13 января, Васильев вечер. В этот день принято читать молитвы. Дети ходят по домам и громко кричат поздравления. А хозяйки готовят на праздничный ужин свои лучшие блюда. На столе в этот день мы готовим голубцы обязательно, плаценты или вертуты. Ну и обязательно сладости должны быть на столе. Приходят внуки, приходят дети. И мы встречаем Старый Новый год. Очень весело и дружно в семье. Не нужно грустить, нужно веселиться, но нужно думать о положительном, чтобы все были здоровы, чтобы год был урожайным, удачным. Сегодня, наверное, в каждом доме у хозяев заготовлен подарок на случай, если придут вот эти розовощекие ребята с колокольчиками и в национальных костюмах. К слову, обычай этот молдавский. И называется он плугушорл. Обычай молдавский, но так как в селе живут русские, украинцы, мы немножко привнесли вот свое. И вот мы поздравляем, вы видите, вот на нескольких языках. Плугушорл здесь связан именно с сельскохозяйственными традициями. Мы ходим с бугоем, бувай, вот видите, бу-бу-бу, там нужен еще бич, и вот, и кричим хей-хей. Вы подготовлены, вы кричите, что-то говорите, что-то танцуете, пляшете. Что мне делать? Чувствую себя... Да, вам будет достаточно просто вместе с нами кричать громко хей-хей, можно вот так поднять руку. Давайте репетиться. Я пойду на твой хей-хей-хей-хей. Браво, отлично. Можешь выйти? Конечно. Так что этим вечером ждите гостей. Яна Раховская, Игорь Мацота, ТСВ. Новогодний хей-хей-хей!